С вас никто не спросит, ну и отлично, в рифму получилось. Благо для инвалидов. Как получать больше, чем мы получаем в этом видео. Друзья, приветствую вас на канале Пронас. В этом видео мы разберем, как получать больше, чем мы получаем, если вы инвалид. Смотрите, дело в том, что в нашей стране все благополучения имеют заявительный характер. То есть для того, чтобы что-то получить, и даже если что-то от правительства уже сказали, что будет выделяться, это не значит, что надо сидеть и ждать. Это есть необходимость пойти в МФЦ или зайти на сайт Пенсионного фонда Российской Федерации или, например, в Госуслуги и заявиться о том, что ты нуждаешься в этом получении, в этом благополучении. Но откуда еще инвалиду можно что-то брать, если правительство ничего не выделило, да? Конечно, мы получаем вообще мизер, да, что можем получать. Но что-то все равно получаем. Есть возможность получать больше. В этом видео досмотри до конца обязательно. И самый первый вариант, который напрашивается на ответ, это общественные организации. Возможно, кто-то из вас скажет, что «А, и общественные организации были созданы для того, чтобы зарабатывать деньги». Возможно, так и есть. Я с вами не спорю. Есть различные гранты и другие конкурсы, в которых участвует общественная организация, да? Она получает эти денежные средства на определенные цели, и эти цели ей необходимо выполнить. Как правило, какие-то цели. Например, реабилитация инвалидов, абилитация инвалидов, психологическая помощь инвалидам, какие-то мероприятия для инвалидов и тому-тому-тому подобное, где нескончаемый список перечисления благополучения. В рифму получилось. Какие общественные организации бывают и насколько их много? Их более тысячи, насколько я знаю, я не смотрел в официальных источниках, а я вам рекомендую, если вы что-то хотите узнать, смотрите только в официальных источниках. Газеты, радио, телевидение – это не официальные источники. Официальные источники – это, соответственно, сайты определенных организаций. Министерство труда, здравоохранения и тому подобное, да? Что получается? У нас есть всероссийские общества инвалидов. В каждом городе, а то и в городе по несколько отделений этих общественных организаций. Помимо этого, у нас есть еще абсолютно, наверное, по каждой болячке есть еще своя общественная организация и не одна. Давайте возьмем Организация больных рассеянным склерозом, Организация содействия больным рассеянным склерозом и тому подобное и так далее, и так далее, и так далее. Если вы на инвалидности, в принципе, чем вам заняться, но и пользуйтесь этими благами. Почему нет-то? Многие люди так и делают. С вас никто не спросит, вам никто не запретит и никто вас не ахает. Он вот во всех общественных организациях ходит на мероприятия. Ну и отлично. Так жизнь распорядилась, что вы стали инвалидом. А что делать инвалиду? Сидеть дома, что ли? Да это еще хуже. Вы еще хуже станете инвалидом. Пожалуйста, возьмите список общественных организаций. Составьте свой календарь, в какие дни, какие мероприятия и ходите, да наслаждайтесь. Чипите какие-то спортивные мероприятия, какие-то интеллектуальные мероприятия. Да пожалуйста, вам никто не запрещает, а наоборот. Общественные организации и все председатели заинтересованы в том, чтобы вы пришли в эту организацию. Потому что, как правило, председатель, он тоже с таким же недугом. Например, я являюсь председателем общественной организации содействия социальной реабилитации неврологическим инвалидам. Она называется с любовью к людям. Ну так и я сам с диагнозом рассеянный склероз. Нас общественная организация находится в городе Омск. Но она, к сожалению, перестала функционировать. Это мои проблемы. Да, это я во всем виноват. Я не отрицаю. Потому что я могу находить причины, у меня не хватает рук. В какой-то момент я, возможно, перегорел этим всем. Я взял паузу, но сейчас хотел бы возобновить действия и направлять свои знания, свои навыки общения, свой потенциал в развитии этого. И в этом видео я хотел бы сразу обратиться к тебе, дорогой зритель. Я приглашаю тебя в свою общественную организацию. Создатель не я. Но как вы знаете, что общественная организация – это некий корабль, который отпустили в море, и он плавает самостоятельно. Так вот, вернусь к обращению. Дорогой зритель, я тебя в любом случае приглашаю вообще в свою общественную организацию. Мы можем более подробно об этом поговорить. Я оставлю ссылку на свой инстаграм. Можно подписаться и в личных сообщениях в директе написать мне об этом. В этой общественной организации небольшое количество людей. Там около, может быть, 12-13 человек. И эти люди в основном больны рассеянным склерозом. Но общественная организация, она не зацикливается только на рассеянном склерозе. Она и называется неврологическим инвалидом. То есть неврологический. Рассеянный склероз – это неврология. Также в общественной организации есть депутат в законодательном собрании. В общественной организации есть и люди с другими диагнозами. Например, болезнь Бехтерева. И очень хотелось бы развивать и масштабировать эту общественную организацию. Участвовать в конкурсах, выигрывать гранты, использовать гранты по назначению. Еще круче будет, если вы обладаете какими-то навыками написания отчетов в налоговые организации и так далее. То есть документы оборотом, бухгалтерии – это будет вообще просто золотая находка для меня и, в принципе, для организации. Я благодарен, что все-таки я принял решение обратиться к Ютубу. Если бы не эта площадка, я бы, скорее всего, так и забыл бы про эту общественную организацию. И я с радостью, я благодарю о том, что я принял решение все-таки транслировать. Я переборол страх. Вообще, знаете, говорят, что самые лучшие события происходят там, куда мы боимся идти. И принятие решения делать то, что мы боимся – это самое правильное решение, я думаю. Но с парашюта прыгать я точно не хочу. Благодаря вам эта общественная организация снова заправится своим топливом и поплывет дальше в этом океане. Напишите, пожалуйста, в комментариях, используете ли вы общественные организации, состоите ли вы в каких-то общественных организациях. Если состоите, то в каких можно перечислить. Потому что многие из нас, даже и 10% существующих общественных организаций не знают. Когда нам ставят диагноз, нам в основном не говорят, что есть общественные организации. Только если этот врач сотрудничает, да, или не сотрудничает, а знаком, например, с председателем общественной организации, тогда он, скорее всего, скажет. А в иных случаях даже и сами врачи-то, которые выставляют диагнозы, они не особо осведомлены в количестве общественных организаций той или иной специфики. Поэтому, возможно, именно ваш комментарий поможет кому-либо выйти просто из этих депрессий, которые повсюду у инвалидов. Жизнь по-новому начнет занимать свой досуг, познакомиться с новыми людьми, будет проводить свое время с удовольствием. От этого будет радоваться и, соответственно, его здоровье, его настроение, его жизнь продлится и улучшится. Я благодарю вас, что досмотрели до конца это видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. На этом канале я рассказываю не только про инвалидизацию, но и о многом другом, что хотелось бы донести. Мне будет очень приятно за вашу подписку, я ценю каждого подписчика. Я желаю вам здоровья, удачи и будьте богаче!